Добрый вечер, в эфире Астана Таймс, в студии работы Джанна Ситхан и коротко главно. Ядовитые пауки держат в страхе жителей Уральска. Мы боимся, так как это пауки считаются опасными. Кто избавит горожан от нашествия каракуртов? Мирей Леотбаса 2023. В Астане определили лучшие казахстанские семьи. Приучаем детей к доброте, к взаимопониманию, к взаимовыручке и постоянно поддерживаем. Какие советы дали казахстанцам победители конкурса? В Казахстане последние три года сохраняется повышенная террористическая опасность. Об этом заявил заместитель председателя Комитета национальной безопасности Руслан Сисимбаев на 40-м заседании Совета региональной антитеррористической структуры ШОС с участием председателя КНБ Республики Казахстан Ермеком Сагимбаевым. По словам Сисимбаева, ежегодно в нашей стране предотвращают как минимум два теракта. Так, в этом году намеревались подорвать мавзолей Худжи Ахмета Есави в Туркестане. Также планировались вооруженные нападения в местах массового скопления в Астане. Что касается других стран ШОС, то там тоже стали чаще совершать теракты. Только за последние три года таковых произошло 80. Там погибли от рук террористов более 400 мирных граждан и около 940 человек получили ранения. По оценкам экспертов, за последние три года в государстве ШОС совершено по меньшей мере 80 резонансных терактов. При этом в текущем году наблюдается их резкий рост. Если в 2022 году было 18, то в 2023 уже 47. Для причтения насильственных действий силовым структурам и правоохранительным органам проведено свыше 200 громких антитеррористических операций. Задержано 1600 террористов и их пособников. Ликвидировано около 60 преступников, оказавших сопротивление властям. Руслан Сисимбаев рассказал и об опасности использования соцсетей террористами и экстремистами. По его словам, цифровизация создала идеальные условия для воздействия на молодые неокрепшие умы. Интернет, по сути, превратился в главный фактор радикализации молодежи. Во всемирной сети, к слову, насчитывается до 10 тысяч функционирующих экстремистских электронных площадок. Другим не менее важным фактором радикализации населения является интернет-пропаганда терроризма. Активная диджитализация населения невольно создала условия для переноса пропагандистской деятельности идеологов терроризма и экстремизма в сеть интернет. В Астане завершилась юбилейная 10-я церемония национального конкурса Мирейле от Бассе-2023. Она прошла в преддверии Дня семьи. В столице участвовали 20 победителей областного этапа главного семейного конкурса страны из всех регионов Казахстана. В чем секрет образцовых семей, выяснял мой коллега Иргали Рамазанулы. Вот уже 10 лет подряд в Казахстане особой премии отмечают самые дружные семьи, которые из поколения в поколение передают друг другу самые главные ценности – любви, дружбы, поддержки и верности. За это время в конкурсе приняли участие более 20 тысяч семей. Зачитывая приветственное слово, главы государства Касымжумарта Токаева, министр культуры и информации Аида Балаева подчеркнула, что собравшиеся ячейки общества можно без преувеличения назвать образцовыми. Все вы достойны высокого признания и уважения. Глядя на вас, мы с уверенностью можем сказать, что будущее Казахстана в семьях, где бережно хранятся и передаются из поколения в поколение ценности единства и согласия, где царит взаимоважение, где каждый занимается любимым делом, заботясь о близких и помогая окружающим. Вы являетесь примером для всех наших соотечественников и для молодых людей, которым только предстоит создать домашний очаг. В этом году на участие в конкурсе «Мирели от Басы» было подано почти 3,5 тысячи заявок. Определены 20 лауреатов, среди которых учителя, ремесленники, металлурги, военнослужащие, предприниматели, специалисты агропромышленного комплекса. Каждая семья уникальна по-своему, но всех их объединяет одно – большая любовь друг к другу. В семье Яскеновых из Северо-Казахстанской области четверо детей и 11 внуков. Кульбан Яскенова говорит, что будучи из маленького аула, они очень рады победе на национальном уровне. В основном мы детям даем нравственное воспитание, приучаем детей к доброте, к взаимопониманию, к взаимовыручке. И постоянно поддерживаем, почитают старших, помогают младшим. И в основном семейные ценности мы сохраняем. Одна из самых многочисленных семей на конкурсе – Смогуловы. Они приехали из Казлардинской области. Глава семьи – 100-летний ветеран войны. У него 10 детей, 22 внука, 27 правнуков и 2 праправнука. Кабак Ага дал ценный совет молодому поколению. Благополучие семейства зависит от его главы. Только так его члены будут расти во всех смыслах этого слова. Чтобы дети выросли достойными людьми, их нужно окружить родительской заботой. Семьи лауреаты получили дипломы, статуэтки, а также сертификаты на миллион тенге от имени президента. Церемония награждения завершилась праздничным концертом с участием звезд казахстанской эстрады. Ергали Рамазанулы, Ернур Калелов, Астана Таймс. Почти 54 тысячи пар в Казахстане поженились в первые 6 месяцев этого года. Такими данными поделились в бюро над статистикой. Причем больше всего браков заключили жители Астаны, Алматы и Туркестанской области. Меньше всего союзов создано в области Абай. Средний возраст пар аналитики в этом году пока не вывели. Но в прошлом году мужчины в среднем женились в 28 лет, а женщины выходили замуж в 25 лет. Лучшая семья Петропавловска продолжает добрые дела. Наталью и Геннадия Сальковых в областном центре знают многие как активных волонтеров. Причем с родителей берут пример и две их дочери. А совсем недавно Чита стала победителем городского этапа конкурса «Мирейлэ от Баса». Анастасия Дроняк о семье, которая помогает другим семьям. Десятилетняя Вика проверяет и сортирует одежду. Совсем скоро большая посылка отправится в дом мамы, где эту помощь всегда ждут женщины и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Вика одна из самых юных волонтеров. Свободная от учебы время девочка посвящает не гаджетам, а серьезному и такому важному делу. Я приезжаю сюда с мамой, чтобы помогать людям. Я вместе с родителями еду помогать людям. Помогаем им еду, игрушки, вещи. Это очень полезное дело, и я хотела бы помогать дальше. Вику волонтерства привели родители. Маме Наталье 31 год. Увидев в социальных сетях просьбу о помощи, женщина не прошла мимо. И уже пять лет она часть одной большой волонтерской семьи с символичным названием «Помощь рядом». В движении присоединился и муж Геннадий. Помогать нуждающимся для сальковых – это один из важных жизненных и семейных принципов. Приезжаем на склад, собираем вещи, собираем продукты, отвозим нуждающимся семьям с ребятишками всегда вместе. Нравится им. Они просто спросили один раз, что делаешь, чем занимаешься. Я говорю, вот так они приехали со мной, и все как бы так им понравилось. В доме мамы, где получили временный приют пять женщин с детьми, таким гостям всегда рады. Улыбка малышей – главная награда для каждого волонтера, говорит Наталья. А совсем недавно сальковы стали победителями городского этапа конкурса «Мирилеут Бассе», где доказали всем, что именно они – лучшая семья Петропавловска. Анастасия Дроняк, Евгений Мутыль, «Астана Таймс», «Петропавловск». Семейные традиции – большие и маленькие – казахстанцы назвали одним из главных факторов крепкой семьи и брака. Абсолютное большинство опрошенных корреспондентами «Астана Таймс» отметили, что именно традиции объединяют и делают добрее. И именно о них обычно с гордостью говорят «У нас в семье так принято». В нашей семье это есть как минимум встреча за одним столом всех родственников на днях рождения, на национальных праздниках, независимо от того, как и национальность, потому что наша семья празднует все праздники, которые отмечает Казахстан. Так как у меня большая интернациональная и многонациональная семья, поэтому мы всей нашей дружной, так скажем, командой на Пасху красим яйца, печем куличи вместе с моей свекровью, второй мамой. На Наурыз вместе с моей мамой и нашей семьей мы готовим баурсаки, делаем бешпармак. Также мы не забываем татарские традиции – это сабантуй. Наше любимое лакомство на столе – это чак-чак. Я его научилась делать после того, как сразу вышла замуж. Теперь, став уже тоже бабушкой, понимаю, насколько для меня была дорога моя бабушка. И как легко и светло жилось в семье, когда были бабушка, дедушка. Мама с папой могли спокойно заниматься работой, где-то что-то, понимаете, отвлечься. И я даже помню, что даже когда собралась замуж, я первая пришла к бабушке. Первая об этом узнала моя бабушка, потому что я настолько ей доверяла, знала, что это будет тепло, что меня не осудит. То есть вот эта вот преемственность, вот такого общего общения, какого-то обсуждения с бабушкой, с мамой, принятие каких-то общих решений, вот таких семейных, внутренних, оно у нас было всегда. Я стараюсь это сохранить дальше. Но мы все равно собираемся очень часто. Дни рождения обязательно отмечаем. Говоря о детстве, мы не удержались от вопроса, который задавали, наверное, каждому ребенку. Кого ты любишь больше, маму или папу? Эти воспоминания вызвали теплые улыбки. В детстве я больше любил свою собаку. Я, конечно, не могу так сказать. Вдруг они смотрят сейчас этот сюжет. И я, наверное, люблю каждого по-своему. Но все-таки я, конечно, папина дочь. Ой, трудно сказать. Потому что я и часто считаю, что у папы и у мамы не, собственно говоря, особенные собственные функции. И мне трудно сказать. И папа, наверное, был строже, чем мама. Это понятно. Вот. Но, не знаю, обоих любила крепко. У нас очень хорошие мамы и папы были. Папа вообще все для семьи делал. Но он как-то меньше с нами общался, потому что больше все-таки мы общались с мамой. И она, если мы что-то напроказили, она нас поругает. И потом говорит, смотрите, а то я отсутствие скажу. Хотя он нас никогда пальцем не трогал. В регионах тормозят внедрение отраслевой цифровизации, заявила депутат Мажелиса Екатерина Смышляева на заседании Комитета партийного контроля Аманат. Она обратила внимание на поручение президента в части модернизации системы государственных закупок и защиты отечественных производителей. Одна из проблем – это уровень казахстанского содержания, считает депутат. Им пренебрегают повсеместно. Особенно компании квазигоссектора, на которые приходится 60% от общего объема закупок. Смышляева добавила, что в своем послании глава государства сделал акцент над цифровизацией. И если в целом в этой сфере у Казахстана есть определенные успехи, то по отдельным конкретным отраслям существуют проблемы. Формирование качественных данных, пересмотр процессов у нас на местном уровне, как правило, на местном теперь уже, он активно саботируется. Происходит это потому, что никому не хочется на сегодняшний день открытости в вопросах. То есть цифра – это сразу нет коррупции, сразу нет другим каким-то мошенничеству и так далее. И у нас, к сожалению, сейчас многие отраслевые вопросы буквально встали. Принцип доверия между налогоплательщиками и фискальными органами рассматривается в новом налоговом кодексе страны. Об этом и не только говорили на конференции «Цифровизация и налоговое администрирование в новом налоговом кодексе НДС», «Камеральный контроль», «Возврат НДС», «Оценка рисков», «Горизонтальный мониторинг». В ней приняли участие члены Верховного суда, руководители Минфина, комитета госдоходов и представители бизнеса. По словам специалистов, административное производство ежегодно заводит на 100 тысяч налогоплательщиков. Большинство получило предупреждение, но 5-6 тысяч подверглись штрафу. Изменения в налоговом кодексе позволят объекту предпринимательства получить помощь при сдаче первой отчетности и избежать штрафов. Если он чистый, прозрачный, он добросовестный налогоплательщик, если ему нечего скрывать, он показывает это взаимоотношение с фискальным органом. Мы его направляем в зеленый коридор, принцип доверия срабатывает, и к нему меры налогоконтроля не будут применяться. А если налогоплательщик, конечно, уклоняется от налогоплательщика, применяет как-либо схемы, ведет свой бизнес в тени, естественно, меры контроля там будут предусмотрены. То есть такой дифференцированный подход будет применяться. Но это все зависит от развития наших информационных систем, взаимодействия между госорганами, банковской сферой, ну и другими источниками информации. Для развития цифровизации и внедрения инноваций важно выполнить поручения президента, так считает депутат Екатерина Смышляева. По его словам, цифровой Казахстан уже стал реальностью, теперь важно продолжить эту тенденцию. Есть опережающие задачи, например, связанные с регулированием и вообще как бы стратегией развития искусственного интеллекта. Есть задачи, которые относятся к отраслевой цифровизации. Например, отраслевая цифровизация вводного вопроса, то есть отраслевая цифровизация тарифной политики. То есть здесь очень много, практически в каждом разделе глава государства отметила отдельно вопросы именно о цифровке, автоматизации процессов в отраслях. Казахстанские общественники положительно оценивают идею создания единой добровольной накопительной системы Килищек. Данная программа, по их мнению, позволит многим казахстанцам получить качественное образование. Это послание президента станет началом новых свершений. Одно из направлений, на которое я обратил особое внимание, это программа Килищек, то есть внедрение единой системы для детей старше пяти лет, молодежи. Это хорошая инициатива с целью поощрения их премией. Большой потенциал и у военно-промышленного комплекса Казахстана считает мажористмен Айдос Сарым. Теперь важно развивать его с учетом тех задач, которые поставлены главой государства. Наша армия должна быть современной, мобильной и очень хорошо технологически вооруженной с учетом современных вызовов. Это, наверное, ключевое. Мы видим, что природа войны сегодня меняется. Казахстанский военно-промышленный комплекс, он далеко не последний на постсоветском пространстве. Его потенциал надо очень хорошо использовать с учетом важности тех задач, которые поставлены. Повышение качества образования повлечет технологическое и экономическое развитие всей страны, считает ректор Каспийского университета технологии и инжиниринга. Берег Ахметов отметил, что возвести новый экономический каркас страны, о котором президент заявил в своем послании, можно только с сильными кадрами. К слову, университет Вактау появился по поручению Касымжимарта Тукаева об открытии филиалов зарубежных вузов. Готовят в нем специалистов в сфере энергетики, логистики, нефтехимии, экологии и информационных технологий. Говорят про новую нефть, и мы считаем, что водородная энергетика в ближайшие десятилетия может заменить нефтяную отрасль полностью. Поэтому мы не смотрим сложа руки. Мы с нашими немецкими коллегами ведем подготовку именно по новой энергетике, водородной энергетике. Далее расширяем каналы связи через подготовку специалистов в области логистики. Жители туркестанского села вынуждены покупать воду, хотя на местный водопровод потрачено около миллиарда тенге. Об этом сельчане рассказали при обращении в мобильную общественную приемную партии Аманат. Поселок Сарапхана с пятитысячным населением страдает от острой нехватки питьевой воды. С переменным успехом она есть лишь у третьих жителей. Люди пользуются старыми колонками, которые остались еще с прошлого века. А те, кто не в состоянии носить тяжести, вынуждены покупать бочки по три тысячи тенге за штуку. В 2018 году провели воду. Подрядчику на это выделили около одного миллиарда тенге. Но воды до сих пор нет, и жители более 700 домов остаются без воды. Представители партии Аманат пообещали взять нашу проблему на свой контроль. Не меньше волнуется рабханцев и школа. Зданию почти полвека и мест для детей не хватает. Под классы приспособили уже все помещения, что могли жалуются люди. В общественной приемной Аманат сельчане также интересовались возвращением земель в госсобственность, ремонтом дорог и трудоустройством молодежи. Консультанты мобильных приемных приняли также обращение жителей Казыгурт и Каракия. Партия Аманат всегда уделяет внимание проблемам сельчан. Партийный проект «Выездные мобильные общественные приемные» показал себя как действенный механизм. Наша цель – помочь жителям отдаленных населенных пунктов. С начала года провели 201 выезд. Охвачено 260 поселков. Поступило около 2000 заявлений. Многий вопрос сельчан удается решить прямо на месте. Работа на этом не останавливается. К слову, с начала года мобильные общественные приемные посетили 47 населенных пунктов в Туркестанской области. Из 252 обращений граждан половина уже решена положительно, остальные на стадии рассмотрения. Партийцы отмечают, что все вопросы, взятые на контроль, будут решены. Ядовитые пауки-каракурты напугали жителей многоквартирного дома в Уральске. По словам жильцов, они уже расплодились в подъезде. Говорят, звонили в КСК, чтобы приняли меры, но там отказали. Несколько дней горожане боялись заходить в подъезд, а когда с утра пауки пропали из виду, еще больше встревожились. Люди опасаются, что с наступлением холодов черные вдовы заползут в квартиры. Мы боимся, так как это пауки считаются опасными. Естественно, просим помочь службы, которые этим занимаются, чтобы сделали нам обработку всего подъезда. Так как в подъезде живут дети, престарелые люди. Естественно, это может иметь очень печальные последствия. Специалисты подтверждают, что эти пауки хоть и маленькие, но опасны. Их укус вызывает невыносимую боль в области живота и грудной клетки. Появляются слабость и головокружение. И если вовремя не оказать помощь, дело может закончиться смертью. В Акимате Уральска сообщили, что в этом доме проведут специальную дезинфекцию. Жители данного дома обратились в Акимат. Оставили заявку для проведения дезинфекции. По законодательству КСК данного дома, дорожник должен провести дезинфекцию в обязательном порядке. Это делается 4 раза в год. 40 лет под напряжением. Так, в шутку о своей работе в Астанарек рассказывает ведущий инженер компании Виктор Унгурян. Эту работу мужчина выбрал еще в молодости. И сейчас уже готовится выйти на пенсию. С человеком одной из самых рискованных профессий встретилась моя коллега Дельнасна Секенова. Свою трудовую деятельность Виктор начал обычным электромонтером. Хотя до этого даже не мечтал о такой профессии. По его словам, тогда еще школьнику Витя поступить в технический институт посоветовал сосед Юра. Он, кстати, и был энергетиком. О своем выборе не жалею, рассказывает мужчина. Вот он мне посоветовал, говорит, давай, Витек, иди, из себя получится. Ни о чем не жалею. Профессия, ну, довольно серьезная. Поэтому относиться надо серьезно к ней. Ну и тот, кто эту профессию выбрал, не пожалеет. Рабочий день Виктора начинается в половине восьмого утра. Ведущий инженер сначала встречается с рабочими бригадами, проводит инструктаж и выдает нужный материал. Говорит, население города растет, а значит увеличивается количество работы и ответственность энергетиков. Соответственно, соответственно, обслуживаем еще больше. То есть оборудование прибавляется. Поэтому, ну, накладывая свой отпечаток, то есть больше производим работу. Работа, энергетика – одна из самых опасных и важных. Самое главное – соблюдать правила безопасности, говорит Виктор Унгурян. К слову, мужчина перед выходом на пенсию сейчас обучает молодых специалистов. Более 19 тысяч юношей пополнят ряды вооруженных сил и других войск. В Казахстане начался осенний призыв. Подробности призывной кампании рассказали в Министерстве обороны. По словам военных, они продолжают работать над повышением привлекательности армейской службы. Так, например, отсрочку платежей по кредитам получили 5000 человек по 8800 займам. Их общая сумма составила более 1 миллиарда тенге. Кроме того, предоставляются льготы на обучение в вузах. В учебных центрах вооруженных сил, других войск и воинских формированиях проводится подготовка военнослужащих с выдачей удостоверений государственного образца по военно-учетным специальностям. Учитывая особенности, они будут востребованы в реальном секторе экономики. Также 70 учреждений высшего и послевузовского образования подписали с Министерством обороны соглашение о предоставлении дополнительных льгот в образовательном секторе для лиц, прошедших срочную воинскую службу. За партой в этот день сели и заключенные по Владарской колонии. Некоторые из них впервые будут получать среднее образование. Другие осваивают новые профессии. Как проходит День знаний за колючей проволокой в репортаже Раисы Маргуновой. Здесь не приносят учителям цветы, не звенит школьный звонок. Торжественная часть проходит строго под конвоем. 175 осужденных сегодня вернулись за парты. У кого-то нет даже среднего образования. Они оканчивают 10-11 классы. Другие же осваивают новые профессии. Есть люди, которые с высшим образованием, они знают, что после освобождения не смогут работать по своей специальности высшего образования. И они приходят к нам осознанно, чтобы после освобождения трудоустроиться, социализироваться общество. Осужденным очень важно учиться. У осужденных меняется мировоззрение, кругозор расширяется. И это дает возможность осужденным отсюда освободиться уже совершенно иными, другими людьми. Богдана Иванова осудили в 19 лет за распространение наркотиков. Он получил 11 лет колонии. На воле парень изучал маркетинг, учился на третьем курсе колледжа. Когда он освободится, ему будет уже за 30. Очень много молодежи сейчас этим занимаются, это употребляют. Я всем, правда, искренне желаю, чтобы они отодвинули это в сторону и не попали сюда. И не сломали свою жизнь, как сломал ее я. В учреждении, в котором я сейчас нахожусь, появилась для меня такая возможность закончить свою, так сказать, необразованность, стать образованным, получить диплом. Освоить новую профессию пытаются и те, кому за 60. В основном для новых впечатлений и эмоций. Чтобы не тратить время в колонии впустую. Алексею Матиевскому в 67 лет он попал в места не столь отдаленные 2,5 года назад. Но уже успел получить здесь диплом токаря. Просто для себя, для души. Мне сейчас нравится, что я могу нарезать резьбу, сделать сгон сам для себя. Может быть, когда я выйду, сынок маленький возьму и буду для себя заниматься. В учреждении номер 46 находятся те, кто был осужден впервые. Сотрудники колонии убеждены, образование поможет им после освобождения не вернуться на криминальную дорожку. Раис Морганова, Арман Якубов, Астана Таймс, Павлодар. Мангистовская область лидирует по итогам второго этапа марафона Олодала-Журга. Второй стала команда из Кустанайской области, а третье место заняла область ЖТСУ. Об этом сообщили в оргкомитете. Из соревнований на этот раз выбыли участники из Западного Казахстана. Их лошади слишком молодые и оказались не готовы к состязанию. Ранее марафон покинула команда из Североказахстанской области. Напомню, конечной точкой Олодала-Журга станет город Туркестан. Те, кто сможет добраться туда, получат солидные денежные призы. Зачетные пенальти или летающие тарелки в ресторане. В казнете набирают популярность забавные видео с камер наблюдения одного из ресторанов Караганды. На нем официант роняет тарелку, но тут же ловко отбивает ее ногой. При этом разноса шелком в руках молодого человека остается невредимым. Впрочем, как и тарелка, которая не разбилась, даже перелетев через раздаточный стол. Молниеносная реакция Бахрома, так зовут официанта, принесла ему настоящую популярность. В интервью нашему каналу он рассказал, что все вышло случайно, потому что его отвлекли. А сохранить посуду помогла спортивная сноровка. Спонтанно получилось, как я шел с разносом, с едой, с шашлыком. И в циркул стояла тарелка. Тарелка, как сказать, она начала падать в тарелках. Я сразу, ну, реакция сработала. Ну, вот так, как видео получилось. Просто для себя интересует это было играть. Все. Я никогда не задумывался, что профессиональным футболистом стану. Отечественный биографический сериал «Кахарман» стартует на телеканале «Астана». Он основан на реальных событиях истории героя пожарного Аскара Забикулина, которая потрясла всех. Сериал покажет, насколько сложна и ответственна работа спасателей. Есть и другие сюжетные линии, которые не оставят телезрители равнодушными, говорят создатели картины. Отмечу, сериал снят по заказу Министерства культуры и информации. Нара Нуртайзина расскажет подробнее. До старта самого ожидаемого кинопроекта этого сезона сериала «Кахармана» стали считанные дни. Зрителям расскажут о жизни героя пожарного Аскара Забикулина. Он погиб в минувшем году, спасая людей в горящей столичной высотке. Эта история тронула многих. Казахстанцы узнают, какой путь Аскар прошел за годы своей работы в пожарной службе. Снять такую биографическую картину просили казахстанцы, говорят создатели сериала. Они получили сотни сообщений с просьбами. После того, как супруга Аскара Забикулина дала добро на экранизацию по биографии мужа, съемочная группа приступила к работе. Работали не один месяц. Пришло время снимать героические кинокартины, говорит автор сценария. Очень много людей писало, очень много комментариев было под постом супруги его. И мы связались с супругой, попросили разрешение. Ну и вообще, пора уже снимать героические проекты в нашей стране. Чтобы мы знали, у нас же очень много героев, а никто обо них не знает. И это будет первая ласточка. Героя пожарного играет казахстанский актер Жандос Сейдалин. Говорит, только во время съемок понял, насколько сложна работа спасателей. Мы видим сейчас, что это нелегко. Одно обмундирование, чего стоит. Оно довольно тяжелое, и их на себе носить сложно. А пожарные должны при этом еще выполнять свою работу, которая тоже сложна. Поэтому это работа для настоящих героев, кем являются наши пожарные. Захватывающие сюжетные линии, семейные ценности и настоящая дружба. Сериал «Кахарман» найдет отклик в сердцах телезрителей, уверены создатели киноленты. Лента стартует 11 сентября на телеканале «Астана». Премьера сериала «Кахарман» состоится уже в предстоящий понедельник в 19.20. Не пропустите. На этом мы с вами прощаемся. До свидания и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова